С Новым Годом! Вот мы снова и на озере, ребята. Все-таки, пока вода не поднялась, надо сюда ходить, ходить и ходить. Результат обычно хороший. Надеемся, сегодня будет хороший результат. Гляньте, сегодня совсем другого цвета вода. Красиво. Двое из наших будут рыбу ловить. Ну, а мы трое будем с детекторами ходить. Дождь прошел. Гляньте, мокрое все. Будет легко копаться. Во какие камни. Там вверху лавочки стоят. Для тех, кто хочет на озеро посмотреть, посидеть, отдохнуть. Там вдалеке деревня. Вон одна на горбике, и здесь поближе другая. А это кемпинг. Люди, которые мусор здесь бросают. Гады. А там лодка сторожа. А на другом берегу еще одна деревня. И там за камнями, вот далеко, еще одна. Сейчас я немножко спущусь, чтобы ее видно было. Вот там, на горбочке еще одна деревня. Ладно, иду раскладывать детектор и буду искать. Ну вот, ребятки. Решила я начать копать совсем в другом месте. Подальше от кемпинга. Подальше от этих вот мячиков пластмассовых на воде. Они очень большие эти шары. Это издалека, кажется, маленькие. К ним лодки цепляют. Видите? Ребята там остались. На камушках двое ловят. Остальные разбрелись, копают. Но мне надоело копать. В прошлые разы мусор возле кемпинга. Решила попробовать тут. Но первая находка, гляньте, следы человека видно везде. Отечки. Вот такие. И вот вода обычно доходила аж туда, до деревьев. Видите? Попробую тут покопать. Все, что найду, обязательно покажу. Буду потихоньку двигаться в ту сторону. Вот. Там тоже довольно глубоко, ребята. Ладно, иду копать. Как оказалось, мусора тут тоже много, ребята. Везде ссорят этот народ с кемпинга. Вот там за кустами кемпинг. И они, гады, тут бросают все, что попало. Ну и вот монетка такая под катушечку попалась. Гляньте. Это моровиди. Первая монетка сегодня. Да, я хочу сразу ответить тем, кто меня спрашивает. Привязываю я детектор к поясу. Цепляю на резинку специальную, на которой мобилки здесь носят молодежь. Вот на такую резинку цепляю к поясу детектор. Потому что влага тут. Не хочу, чтобы он падал, когда у меня руки заняты. Когда сигнал выкапываю. Не хочу, чтобы он на земле лежал. Как это выглядит? А вот так. Видите, оно в натяжку. Я отпустила двумя руками, держу. Мобильник. Вот он болтается у меня на поясе. Здесь за кольцо. Потому что резинка для меня длинновато. Ребята ходят. Не затягивают сильно. А я дважды обернула. Вокруг кольца. Ну. Видите. Чехол весь в глине. Тут такая глина. Дома уже помою. Ну вот. Как-то так. Цепляем. То есть руки свободны, когда я работаю на берегу. Ну и в горах точно так же, ребята. Потому что по склонам сползает детектор. Поэтому он всегда прицеплен у нас к поясу. Смотрите, ребята. Какое безветрие. Вообще. Волны нет. Ветра нет. И такие камни. Вот здесь я копаю. Немножко зашла за поворот. Вот такое место. И попалась мне монетка. Это, наверное, пять песет. Времен Хуана Карлоса. Я так думаю. Дома помою, покажу. Но, скорее всего, по сигналу и по виду, да. Ладненько. Иду копать дальше. Ну, вот еще одна такая же. Ребята, ну, такие монеты я снимать не буду. Буду снимать только то, что интересное попадает. А всякое такое снимать не буду. Ладно, топаю дальше. А то скоро солнце сядет. Гляньте, как оно уже низко. Видите? Мы поехали после работы, после обеда. Ладно, пора идти дальше. И бубенчик такой попал. Вот. Наверное, рыбак какой-то потерял. У нас же тут не на поплавок ловят, а бубенчик на кончик удочки цепляют. Ну, пока интересных сигналов, кроме обычных бесед и одной этой старинной монеты, нету. Ну, вот. Еще одна старинная монета, ребята. Ну, по-моему, полный какал. Я вот так плохо вижу здесь. Ладно, дома посмотрим. А пока иду дальше. И снова манюничкая монетка, ребята. Похоже на то, что это бланка. Вензеля вроде как видно. Ну, ладно. Посмотрим дома. Такая манюкусенькая. Вот и серебряное колечко нашлось. Вот такое. Ну, и дождик пошел, ребята. Вот досада. Ладно, еще пока немножко похожу. А потом придется собираться. Почище дома покажу вам. Ой! И куда же ты падаешь? Вот он. Вот оно. Ладно, пока еще не сильный дождик, немножко похожу. О, еще серебряный браслетик попался. Супер. Приличный по весу. Ну, что ж, ребятки. Сходили мы снова на озеро. Выход получился очень короткий, потому что нас дождик прогнал. Мы, в принципе, не ожидали. Вроде так, по прогнозу, не передавали. Но, сами понимаете, горный климат. Ни с того, ни с сего. Налетела туча, пошел дождь. Пришлось домой сматываться. Ну, вот это весь мусор. На этот раз, кроме обычного мусора, попали, вот видите, задницы, это охотничьих пуль. А, кстати, я видела следы кабана с одной стороны пляжа, потому что там с той стороны лес начинается. В общем, было немножечко так, это жутковато искать с той стороны. И, судя по всему, на этой стороне пляжа, где мы были в этот раз, останавливались машинами отдыхать еще тогда, когда кемпинга не было там. Видите, вот эта старая ручка какая-то. Это гвоздь. Вот это вот от газовой горелки, я так понимаю, от плиты. Вот такая запчасть. Не знаю, что это. Вот такая какая-то. В общем, судя по всему, там народ отдыхал и раньше. Почему еще так говорю? Смотрите, это ключ от консервы. Когда-то таким ключом открывали сардины, там и прочее. Вот такой мусор. Дальше, что нам еще попало? Реболовных снастей на этот раз не так уж и много попало. Я же говорю, мы недолго ходили, вот грузики. На это блесны разные. Такая всякая ерунда. Ну, конечно, куда без очков. Очки тоже попали. Одни мужские, одни женские. Так, и старина, ребята, старина. А, да, еще монетки. Это песетки разные всякие. Мы уже к ним привыкли. Это 100 песет. Ну, а это ходячка современная. 50, 20, 10. Ну, тоже, видите, какие они давно потерянные. Несвеженькие. Это тоже какая-то запчасть. Непонятно от чего. Так, купенчик. А, это у нас две пули мушкетные. Это пуля обычная. Видите, как ее распластало об камне. Из монеток старинных это Моравиди и Карлоса Третьего. Мы уже тоже к ним привыкли. Попало три монетки самых мелких Филиппа Четвертого. Монетка называется Бланка. Вот одна. Вот вторая и третья. Самые мелкие, которые тогда ходили. Самая мелкая ходячка тогдашняя. Ну, и одна монетка попалась. Это у нас пакета. Тоже я о них рассказывала уже не раз. Такие монетки печатались во Франции и для Наварры. С одной стороны, видите, крест с надписями. А с другой стороны, должно быть две коровы и две буквы. Здесь, похоже, две буквы H. Я сейчас плохо вижу. Ну, и серебришко попало. Куда же без него? Серебришко обычно всегда попадает в таких местах. Здесь любят серебро носить. Это вот довольно тяжелое такое колечечко. Тоже почищу, приложу фотку. И видите, давно тоже валяется. И вот это браслетик. Он с надписями. Но сейчас я тоже их разобрать не могу. Почищу. И тогда покажу. Тут даже краска какая-то. Наверное, кто-то красил лодку или еще что-то и уронил браслет. Ну и, собственно, все из находок. Вот так мы сходили. Дождь нас прогнал. Ну что ж, этот выход получился коротким. Находок мало. Но другой, надеюсь, будет получше. Вода еще пока не поднимается. Так что мы туда ездить будем еще. Не буду показывать вам все, что будет попадаться под катушку. А сейчас спасибо всем, кто смотрит наше видео. Всем удачи, здоровья, мира, благополучия. Ну а поисковикам отличных находок под катушку. Продолжение следует...